Коллеги, добрый день, меня зовут Никита Кочерба, я юрист Интерлигал, и сегодня в нашем новом видео я расскажу о кейсе, который мы сопровождали в течение 2020 года. Данный кейс я назвал «Я же перевалил» или «Как заскать убытки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору перевал». Итак, наш клиент, продавец по запродажному контракту, принял на себя обязательство поставить 3000 тонн широта подсолнечного на условиях СИГ Турция. Существенными условиями контракта были показатели качества, а именно протеин минимум 35%, клетчатка максимум 20% и влажность максимум 12%. Во исполнении запродажного контракта наш клиент заключает договор перевалки с терминалом и, соответственно, направляет заявку на приемку груза, в котором в том числе просит принимать груз по качественным показателям, которые должны соответствовать контрактным качествам запродажного контракта. Договор перевалки содержит пункт, который говорит, что исполнитель несет ответственность за качество груза заказчика. Итак, запродажный контракт заключен, договор перевалки заключен, заявка на приемку груза подана, груз начинает поступать на территорию терминала, в процессе накапливается, когда есть нужное количество, то наш клиент номинирует судно, судно заходит в порт, дается поручение на погрузку, и в процессе погрузки вторая сторона по запродажному контракту, то бишь покупатель, он принимает решение провести контроль качества груза. Номинируется сервейерская компания, которая в процессе погрузки отбирает пробы груза, пробы отобраны, судно вышло с порта, направляется в Турцию, и приходят первые результаты по качеству груза. И как результат мы видим, что груз некондиционный, а именно он не соответствует по показателю протеина. Контрактное качество минимум 35%, что показывает сервей, это протеин составляет 33,2%. Соответственно, когда судно приходит в Турцию, покупатель принимает решение проводить повторный сервей, контроль качества груза, который также подтверждает, что груз некондиционный, и его качественный показатель по протеину меньше, чем 35%. Вследствие чего между сторонами возникает спор, начинается арбитражный процесс в ГАФТе, в результате рассмотрения которого стороны приходят к мировому по регулированию спора, и решили для себя, что справедливой ценой, по которой покупатель готов принять груз, а продавец его отдать, это будет, если продавец сделает скидку в размере 40 тысяч долларов США. Клиент приходит к нам, рассказывает всю историю, которую только что я рассказал вам, предоставляет документы, мы начинаем их анализировать, выявляем сильные стороны, слабые стороны, выявляем возможности и риски, о чем сообщаем клиенту, в результате чего мы принимаем решение о необходимости попытки урегулировать спор на досудебном порядке. И готовим мотивированную претензию, направляем ее в терминал, после чего проводим переговоры, но, к сожалению, переговорный процесс зашел в тупик, терминал отказался признавать свою вину, брать на себя ответственность и компенсировать убытки в полном объеме. Следственно, поскольку договор перевалки содержал арбитражную оговорку МКАС, мы инициируем арбитражное разбирательство в НПСУ Дальше начинается арбитражный процесс. Арбитражный суд состоял из трех арбитров, арбитражный процесс был достаточно динамичный, обе стороны принимали активное участие, было несколько кругов обмена документами, после чего были назначены устные слушания, которые длились порядка пяти часов. Как результат, после всего состав арбитражного суда согласился с нашими доводами и аргументами и удовлетворил иск в полном объеме, признал, что терминал должен погасить убытки в размере 40 тысяч долларов США. Итак, какая же польза со всего этого? Помимо того, что эта история достаточно интересная и на ней можно сделать много выводов, в чем же интерлигал может быть вам полезен для вашего бизнеса? В первую очередь, мы можем быть полезны на этапе подготовки, анализа, корректировки договора перевалки. Для того, чтобы прописать положение договора таким образом, чтобы исключить споры в дальнейшем, чтобы не было такого, когда обе стороны считают, что они правы и отрицают свою ответственность по договору. Второй этап. Все же, если у вас возникает спорная ситуация, как показывает наша практика, 80% спора можно урегулировать на процессе клеймсхендлинга, то бишь до судебного урегулирования спора. Соответственно, мы можем оперативно включиться, проанализировать документы, высказать наше мнение, сказать, какая позиция более сильная, какая более слабая, где можно усилить и какие риски существуют. В том числе, вступить в переговорный процесс и постараться спор урегулировать на досудебном порядке. Все же, если спор не получается урегулировать на досудебном порядке, мы всегда готовы представить ваш интерес в суде и арбитраже, и надлежащим образом представить вашу позицию перед арбитрами. Собственно говоря, все. Дело сопровождал старший юрист Interlegal Карина Горовая и я, Никита Кочерба, юрист Interlegal. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, это видео было для вас полезно. Поэтому ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь и ни в коем случае не стесняйтесь задавать на вопросы. Еще раз спасибо большое.